Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». И сегодня тяжелый такой эфир. Вы знаете, он о резонансе, который вызвали фото и видео с ипподрома «Мустанг». Он находится в Емельяново. Ситуация очень быстро превратилась даже не в скандал, а в настоящий детектив. Вот коротко расскажу предысторию. Красноядец Игорь на выходных был с дочкой на ипподроме, пришли посмотреть лошадей. То, что он увидел в одной из конюшен, повергло в шок и его, и ребенка, да так, что потребовалась помощь психолога. Но Игорь оказался неравнодушным человеком и написал об этом. Написал губернатору, прокурору, журналистам, в общем, издигде мог. К нам тоже попало это видео. И вот спустя два дня разразился, ну, скажем так, большой резонанс. Не хочу уже повторять слово «скандал». На ипподром отправились и журналисты, и представители разных ведомств. Ну вот, какая история лошади с ипподрома исчезли. Сегодня обсудим эту тему и ситуацию, и реакцию, и в соцсетях, и разные ее аспекты. Андрей Болсуновский, общественник, сегодня вот в качестве эксперта мы его пригласили в прямой эфир. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Иванович, вас прежде всего пригласили, потому что вы, работая в общественной палате в прошлые годы, вы сталкивались с этим. Может быть, не в таком масштабе, но не так много здесь все-таки, ну, лошадей теперь уже по уточненным данным около 20. Нет, на самом деле, я всегда говорю, что городская тема в Красноярске, она, конная тема в Красноярске, она прям какая-то городская, проблемная и больная всегда у нас, да. И не только, то есть, очень много городом сделано было для того, чтобы каким-то образом с этим бороться, да. Мы вывели конюшки практически все из города, они сейчас в пригородах находятся. От этого, к сожалению, порядка не сказать, что стало больше, но в конце концов он стал, и прокат систематизировали, и вроде как все терпимо. Но вот эта ситуация, вот я считаю ее, когда вы уходите от слова скандал, я считаю, например, что это вопиющий просто скандал, потому что что мы сегодня имеем? Мы сегодня на территории края, фактически, никто почему-то этим не занимается. Мы реально понимаем, что это было на самом деле. Это, скорее всего, контрабандный какой-то канал. То есть, у нас получается, в этой ситуации в регион завозятся животные, которые не состоят у нас на региональном ветеринарном учете, потому что их никто сюда в соответствии с нормативными актами, никто их не отгрузил. Они здесь, здесь они фактически скрываются на территории, на территории большого достаточно предприятия, сомнительной репутации сегодня. Ну, станк это тоже проблема и боль. И доводятся вот до такого вот состояния, и после этого они куда-то уезжают. Как вот это могло случиться? У нас невозможно это, не должно быть возможно. У нас, к сожалению, получилась сейчас какая-то такая ситуация, когда мы, борясь, собственно говоря, с проверками, значит, получив мораторий на много направлений проверок, к сожалению, ветеринарный надзор тоже сегодня фактически умер, я считаю. Потому что у нас функции ветеринарного надзора в крае у ветеринарной службы забрали. Не знаю, это федеральная тема или краевая, но, по-моему, федеральная. Вот. Фактически никуда они не пришли. Сегодня у нас проверить никакое хозяйство, если там ничего не произошло, и угроз жизни человеку нет, тоже фактически нельзя получается. Я вот не понимаю, считаю, что нужно исключать из моратория проверок ветеринарную тему абсолютно. Потому что это тоже безопасность человека, в конце концов. Даже не говорим мы сейчас о гуманизации и так далее. Это просто, я считаю, что больное животное тоже опасно для человека, в любом случае. А мы сегодня зайти никуда на проверки не могут сегодня надзорные органы, потому что нужно проверку согласовать с прокуратурой. Это еще согласуй, попробуй на самом-то деле. Вот. Вот. И у нас, получается, в пригороде, в 20 километрах, простите, от города Миллионника, находится нелегально размещено 20 лошадей, которые неизвестно, откуда приехали, по большому счету. А это можно считать нелегальным? Я считаю, что, ну, слушайте, легальный завоз. Ну, мы вот к этому вернемся, я потом расскажу еще новую подробность. То есть, фактически, это большое предприятие, на котором сегодня находятся в аренде, я прошу учесть, в аренде, находятся там лошади большого круга. Там очень хорошие, на самом деле, более 40 лошадей, которые участвуют. Большой круг – это соревнования рысаков. Да. То есть, это, это, собственник этих лошадей, он арендует там только территорию, никакого отношения не имеет на самом деле. Или это сегодня его красивые вольеры показывали, если я правильно понимаю. Тоже не надо вообще, на самом деле, в заблуждение вводить, на самом-то деле, телезрития. Не знаю, что это, кто в этом виноват. Вот. Значит, у нас есть фактически умирающий подром «Мустанг», да, прекрасное помещение, прекрасная инфраструктура, которым никто не может заняться, потому что это, ну, частный, фактически частный проект, и собственники могут с ним делать все, что хотят. Но, мало того, тут непонятно, кто собственник еще тоже есть. Ну, да, Юра мы сегодня видим, да. Вот, мы там, это много лет уже продолжается, это противостояние между собственниками. Оно нас не должно интересовать. Но не должны животные, в первую очередь, страдать. И не должны животные там... Это что получается? Какой-то контрабандный канал? Надо признать тогда. Мы все об этом говорим, что уже несколько лет подряд говорят о том, что в пригородах Красноярска, в пригородных районах есть какие-то каналы по перемещению животных. То есть, то у нас из Хакасии куда-то напрямую везут, то у нас лошадей в Монголию вывозили. То есть, об этом... Есть база Меркурий? Да, дело не везет. Ну, простите, мы знаем, что такое Меркурий, да. Но наши зрители вряд ли все знают. На самом деле, да, это есть система учета и контроля. Я абсолютно уверен, что эта сделка тоже там не проходила, потому что я редко на самом деле... Я редко на самом деле говорю много позитивного по поводу работы каких-то государственных учреждений, но у нас в Емельяновской районе достаточно серьезная ветеринарная служба. Она хорошая, она качественная. То есть, если бы они знали о том, об этой ситуации, они бы предприняли меры. Но узнать ниоткуда они об этом просто не могут на самом-то деле, да. К ним должны прийти документы, к ним должны прийти животные, либо должен поступить на самом деле сигнал. Мне очень стыдно, на самом деле, из-за этих конников, которые... Вменяемых конников, которые там же арендуют и содержат своих лошадей на этом же... Я не верю о том, что они не знали об этой ситуации, хотя я понимаю, что... Я понимаю, что кони были достаточно эти удалены, типа там, может быть, можно каким-то карантином объяснить, не знаю чем, чтобы их просто не видели. Я не верю, что об этом никто не знал. Возможно, что-то никто не обратил безумно такого пристального внимания. Это на самом деле плохо. Но то, что сегодня они были, это однозначно. Не надо вот этого отрицать, потому что я думаю, что это нужно... Что кто-то должен заняться какой-то серьезный орган этим перемещением. Ну, посмотрите... И то, что они уехали, это тоже. У нас уже по всем остальным фактам понятно, что в «Мустанге» нам, мягко говоря, говорят неправду, поскольку есть фото и видео, есть геотеги. И понятно, когда это сделано, совершенно не в прошлом году, как утверждает директор этого ипподрома. Неправда. Как только разразился скандал, исчезли лошади. Они не раньше исчезли, не позже, а только после того, как это привлекло общественное внимание. Я тоже вчера разместила такой пост, и там огромное количество перепостов и комментариев. Но вот они все делятся на два... Ну, не на два типа, а две темы обсуждают. Какие, значит, нехорошие люди, те, кто это допустил, и как помочь. Вот третий момент, вернее, второй момент. Как помочь и что мы можем сделать. И тут выясняется прекрасное. Люди из других регионов пишут, купите кармана, кормите их, соберите деньги, выкупите. За вот эти сутки ко мне обратилось четыре человека, из которых одна из другого даже региона, которые были готовы приютить этих лошадей, чтобы они не находились в какой-то ужасной обстановке. Но вот смотрите, мы совершенно посторонние люди. Это частные конюшня и частные кони, владельцы которых, я так понимаю, находятся в Монголии. Как мы их выкупим и как мы их покормим, это невозможно. Я не стала там отвечать всем и каждому, что это невозможно юридически. Но мы, общественность, а мы можем как-то повлиять, когда мы видим такие факты? У нас еще право частной собственности, слава богу, никто в стране не отобрал. Фактически нет. Фактически, почему я про это и говорю, почему самое обидное здесь, что кто-то об этом знал и молчал на самом-то деле. Я вообще абсолютно не исключаю того, что предприятие реально не в состоянии было прокормить этих лошадей на самом-то деле. Но не торчит крестец у директора. У директора, да. У директора все хорошо. И, понимаете, если бы кто-то все-таки сообщил именно сообщил сообществу конному, я думаю, что до этой бы ситуации в любом случае не допустили. Потому что время, на самом деле, если бы мы не потеряли столько времени, наверное, все было бы гораздо проще. Меня больше интересует, а что сейчас? То есть очень бы не хотелось, чтобы вот эти шикарные лошади, а понятно, даже вот в этом состоянии на них, посмотрите, очень бы не хотелось, чтобы их увезли. То есть если я правильно понимаю, либо их опять же нелегально куда-то транспортировали, простите, опять они где-то ездят. Вообще у нас какое-то, что очень удивляет на самом-то деле. Либо их уже нет. Что еще страшнее? Вот смотрите, вчера на меня вышла из Санкт-Петербурга Вера Труновой, ее зовут, представитель центра, где разводят, я так понимаю, халтикинскую породу. Как она утверждает, часть этих лошадей стояла у них. И, собственно, вот что она мне писала со слов собственника. Она не разрешила использовать скриншоты ее нашей переписки, но на словах я могу сказать. И вот не захотела в последний момент что-то говорить в эфире, у нее маленький грудной ребенок. Так вот, и она, что писала, что владельцы за границей, и за них платят за постой 20 тысяч рублей каждый месяц. Вот это то, что она мне прислала. За всех 19 голов. И здесь уже вот про 19 голов речь идет. Деньги хозяин перевел, но они не готовы принять на счет ипподрома. Хотя наличные счета, хозяин просил это убрать, так как только появилась квота на выезд. Если сейчас будет шумиха, хозяин их забрать не сможет. Я прекрасно понимаю, что людей, задействованных в сделке, волнует сделка. И их волновало не состояние лошадей, а смогут ли они их забрать. Вот в таком состоянии, хотя все конники, кто вчера откликнулся и готов был что-то сделать, они, кстати, и не проявлялись, в общем, публично с вот этими комментариями. А собирали даже деньги, как на выкуп, готовы были как-то это сделать. Но они, наоборот, говорили про то, что нужно их оттуда забрать, чтобы их не успели. Они не транспортабельная водка. Да, их нужно привести в порядок. Ну и лошади оплачены, их хозяева, они все проданы каким-то людям в Монголии. Это то, что вот мне сообщила эта вера. Да, они везлись уже под владельцев. У них есть реальные владельцы, как сообщила мне вот эта девушка. Поэтому, что мы можем сделать без владельца? Люди пишут там в комментариях, гневно, в эмоциях, все понимаю. Выкупите их. Как это возможно сделать? Какой есть законный механизм, чтобы на эту ситуацию повлиять? Потому что это очень сложно для многих конников вот это видеть и смотреть, как страдают животные. Ну, вы знаете, Андрей, меня другое еще волнует. Но вот в Мустанге эта ситуация, она не одним днем появилась. Если нет денег, ну, предположим, не хватает на какую-то хозяйственную деятельность, чтобы кормить этих лошадей. А почему они не подняли? И говорят, люди, спасите нас, помогите. У нас вот такая ситуация, и мы не можем прокормить животных, которые у нас находятся. Они-то почему не подняли этот шум? Это я у меня вот не понимаю. Потому что, то есть, к сожалению, у нас оказалось предприятие, которое, в общем-то, просто к лошадям относится как к товару. Я думаю, что это вообще тема для какого-то отдельного расследования. И понятно, что это не административно у нас. И не административно, потому что... Ну, извините меня, у нас находится на территории Емельяновского, получается, района в пригороде Красноярска лошади, которые должны быть в Монголии. Простите, они почему вообще здесь? Потому что у них застряли что-то с таможней. Значит, они где-то должны были быть легально размещены под присмотром ветеринарной службы. Таможня тоже далековато, на самом-то деле, ближайшая, если уж разобраться. Я могу сказать, потому что, видимо, здесь все-таки есть площадки. Я не знал, что... Я не знал о том, что есть площадка еще и в Емельяновском районе. Говорили о том, что есть где-то вот в той части, значит, ближе к Березовке. Но получается, что и подром Мустанг, что ли, использовался для этой цели. Это ужасно. Это раз. А второе, ну что мешало Мустангу качественно, если он получал деньги? Ну, на 20 тысяч можно лошадь содержать, да? И оказывать эту услугу качественно, да? А не засыпать навоз неубранный свежими опилочками. То, что мы сегодня видели, да? Ну, как-то несерьезно. И самое главное, что мы сегодня, что пытаются это отрицать, на самом деле, нужно признавать и нужно сознаться все-таки, наверное, где идти лошади. Потому что это все равно не будет конец. Вопрос, кто их прячет еще? Смотрите, что произошло дальше, значит, я просто считаю важным об этом сказать, потому что одна тема – это спасение лошадей. И такую цель преследовали люди, которые, ну вот конники, да, которые могли как-то помочь в этой ситуации, но мешают юридические моменты. Другой вопрос, а что же вот с людьми, которые оказывали такую услугу? То, что мы увидели в сюжете Полины Михальчук сегодня, директор говорит, что они оплачивали постой и должны были привезти корма. Свои, якобы. Но убирать конюшню они тоже не… Ну, если даже они сдали только стены, это как вообще? Ну, вот что, собственно, мне из Питера, из вот этого центра халтикинцев написали. Что сегодня, вот я прямую речь скажу, говорила с их управляющей, обещала прислать, она обещала прислать спонсорское письмо, ибо чтобы компания выплатила ей лично, как призовые. За эти деньги, что они берут, кони блестеть должны 20 тысяч в месяц, и 6 месяцев они там стоят. Половина оплачена, половину еще прислали. И полгода это 2,5 миллиона почти. И она пишет, что у нее просили деньги либо наличными, либо наличные счета, чтобы не переводить на счет ипподрома. И вот это уже другой аспект совершенно. Это не касается лошадей. Но мы сегодня, вот я все равно хочу сделать такой уклон. Если все требуют там наказать виновных, это можно, наверное, можно сделать какими-то способами. Но наказание виновных лошадей не спасет. Вот такой момент. Что мы сейчас можем сделать? Эта женщина сегодня мне написала, что лошадей увезли, и не беспокойтесь, они в безопасном месте. Мне просто интересно, где можно найти сейчас безопасное место. Человек из Петербурга, это не может. Мы, не зная где, тоже не можем ни подтвердить, ни проверить. И другой вопрос еще, как их увезли. Мы видели, в каком они состоянии. И куда их увезли. То есть у нас получается беспрепятственное передвижение вот этого табуна лошадей из 20 голов, да, оно продолжается где-то. У нас мы прекрасно знаем мощности наших конюшен. То есть нигде там 20 лошадей, наверное, вот сейчас в это время, практически еще зимнее, вряд ли где-то можно разместить на самом-то деле. Значит, я сомневаюсь очень сильно, что они в нашем регионе находятся в каких-то подобающих условиях. То есть почему бы, собственно говоря, либо собственникам лошадей, либо все-таки Мустангу не успокоить общественность и не сказать, где эти лошади приводят в какое-то там удобоваримое, собственно говоря, состояние. Почему-то они тайну из этого делают. Андрей Иванович, у нас, к сожалению, вот не так много времени в эфире. Я думаю, что мы эту тему еще неоднократно продолжим, потому что она такая многофакторная. И, конечно, требуется, чтобы схлынули эмоции и разные факты. Ведомства профильные все-таки изучили более пристально. Но вот что делать сейчас людям, например, которые хотят помочь? До сих пор мне пишут, купите корма, спасите лошадей. Невозможно чужую лошадь прийти в чужую квартиру и покормить, в чужую территорию. Что сейчас можно сделать для этого и какие ведомства подключить? Как это сделать? Я думаю, что я на самом деле думаю сейчас, что этим должен уже заниматься Следственный комитет. То есть в первую очередь вот этой темой передвижения вот этого вот табуна. И несмотря на то, что сегодня у нас собственники фактически никаких даюр и претензий, видимо, не имеют, мы так понимаем. Ну вот в этом и проблема. Да. То есть, соответственно... Но они же могут по факту. Соответственно, есть нарушения, собственно говоря, ветеринарных норм. Есть нарушения явно, которые можно еще найти по содержанию и по всему остальному. Вопрос, кто этим должен заняться. Потому что, если я правильно понимаю, это уже не полномочия ветеринарной службы, потому что у нее нет надзорных органов. И почему-то не полномочия органов Россельхознадзора. То есть мы очень хочется задать... Законодательная промежность. Ну да, это вот много сейчас таких вот моментов. Простите за такое выражение, но оно так и есть. Это очень много сейчас таких вот моментов есть, к сожалению. И от этого, собственно говоря, лошадям лучше не стало. Мне бы все-таки хотелось воззвать к участникам вот этого вот, всего этого инцидента. Хотелось бы все-таки, чтобы успокоить людей, чтобы они увидели, чтобы показать людям лошадей в нормальном состоянии. Хотя бы конники хотят хотя бы видеть, что они живы на самом-то деле. Когда нам сегодня говорят, что их куда-то там опять перевезли, фактически уже признавая то, что они там были, с утра их там не было. Ну, господа, ну это уже как-то становится даже несерьезно. Вы хотя бы договоритесь между собой-то. Ну, потому что уже как-то так себе все это. Мы продолжаем следить за развитием событий. И на самом деле есть еще много разной информации. Не все мы можем, к сожалению, озвучить в эфире. Но мы будем держать руку на пульсе, тем более уже такое внимание общественности привлечено. Андрей Иванович, спасибо большое за ваши комментарии, за ваше неравнодушие и поддержку. Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин